Добрый день, уважаемые телезрители, дорогие радиослушатели. Мы сегодня опять в эфире в рамках программы «Конституция. Мы» сегодня будем разговаривать по теме «Национальная библиотека Якутии к столетию нашей родной республики и году культурного наследия». И у меня в гостях в студии Василий Борисов, первый заместитель директора «Национальной библиотеки», кандидат педагогических наук, а также, будем говорить, активный читатель Пушкинки, а ныне кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, кандидат юридических наук Петр Петрович Батахов. Добрый день, дорогие коллеги, рад вас приветствовать. Василий Борисович, начнем с вас. Какие новости у нас в библиотеке? Что у вас нового? Да, так, добрый день. Ну, наша библиотека сейчас, наверное, переживает такой важный момент, наверное, в своей истории, который касается материально-технической базы, развития библиотеки, вообще работы библиотеки Республики Саха-Якутии. Есть большие достижения по направлению нашей деятельности. Скажем, в прошлом году Республика признана территорией книги и чтения по результатам федерального конкурса, где участвовали все субъекты Российской Федерации. Наши читатели, наверное, также заметили, что запущен новый сайт национальной библиотеки, более удобный, более динамичный, продуманный. А также же этот сайт имеет новые механизмы, которых раньше не было. И это первый шаг к реализации большого проекта, который называется «Единая цифровая среда библиотеки Республики Саха-Якутии». Вот это вот первый шаг. Когда этот проект будет полностью завершен, это будет переворот. В общем, это будет. Мы сможем обеспечить достойный уровень цифровизации всех библиотек Республики Саха-Якутии, которых, кстати, 502 единицы у нас, из них 3 государственные и 499 у нас в муниципальных библиотеках. Это то, что касается цифровизации. Если мы говорим про традиционное представление библиотеки, то есть здание, помещение, то у нас начался проект, который называется Free Library. Вот сейчас мы обсуждали судьбу третьего этажа до эфира библиотеки. И сейчас там серьезные изменения. Значит, там зона поделена на активную зону, где читатели могут там групповые занятия проводить, обучаться. А в то же время там дальше по третьему залу уже как бы традиционная библиотека с точки зрения книг. Но с точки зрения работы с читателями там тоже совершенно свободное как бы направление. Дел такой, можно взять любую книгу, съесть где угодно и с ней заниматься. Потом, значит, еще один такой тоже факт, который удивил наших читателей. И вот на втором этаже у нас открылось кафе, большая кофейня, и которая тоже красиво интегрирована в библиотеку. То есть там тоже есть книги. Это тоже на самом деле рабочие места для читателей. Можно взять кофе и там как бы по этим заниматься, да, своей работой. Вот. И надо сказать, что, допустим, библиотека работает до восьми. И бывает, что читатели там могут сидеть до девяти, вот, пока их там, ну, не попросишь, да, как бы покинуть библиотеку. Очень активная стала наша библиотека вот именно с точки зрения традиционного такого обслуживания. Вот это вот в этом году. Это такие хорошие тенденции. И этот проект тоже мы хотим масштабировать по другим библиотекам республики, чтобы вот стратегия развития библиотек, она, скорее всего, будет такой. Стратегия сейчас вот, ну, находится на стадии разработки. Угу. Ну, мы понимаем, что год особый, 2022-й, глава республики Асен Сергеевич Николаев объявил. Вот год матери, и мы вот готовимся к юбилею. На самом деле юбилей это не только 27 апреля этого года, да. В течение года будет проходить масса разных мероприятий. И при этом год культурного наследия народов России, объявленный президентом Путиным. Вот в этой связи вообще вот по библиотеке, по вашей сети, какие идут новации, какой креатив, возможно. Так, ну, здание нашей библиотеки, основное, которое четырехэтажное, типовое, советское здание. Союз строил такие библиотеки по всем регионам, скажем так. И вообще по внешнему виду это здание должно быть трехэтажным. Вот, потому что первый этаж, он должен быть под землей. Там хранилище должно было быть. Но из-за нашего климата оно стоит так. Поэтому, когда читатели входят, они как бы поднимаются сразу на второй этаж. Вот это вот можно заметить. Значит, с 73-го года капитальный ремонт этого объекта не проводился. Вот в этом году выделено финансирование из республиканского бюджета. И мы должны провести капитальный ремонт первых двух этажей. Первого, второго этажа. В следующем году также планируется выделение финансирования на ремонт третьего, четвертого этажа. Вот это вот значимое событие для истории нашей библиотеки. Так, потом, значит, если говорить про год культурного наследия, то в этом году, значит, в рамках столетия также мы заканчиваем... Ну, в декабре должно открыться структурное подразделение, которое называется Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии. Это значит, что лаборатория оцифровки наша будет модернизирована полностью. Вся материальная и техническая база, будет закуплено новое оборудование. Различные мероприятия там тоже будут проводиться. Ну, это так, что касается внешнего такого, да. Основным, наверное, моментом, который вот нам особо нравится, в рамках этих мероприятий, значит, будет запущен проект, который называется «Культурный код Якутии». Это каталог нематериального культурного наследия народов Якутии. Да, ну, то есть, если мы говорим про оцифровку, мы думаем, оцифровали, выложили на сайт, как бы все хорошо, ну, как бы считают, что работа на этом закончена. На самом деле тут большую долю занимает именно научное описание этих объектов. То есть, это должен быть каталог. То есть, мы хамус, допустим, оцифровали, потом нужно его описать. Какие там свойства этого объекта мы опишем, внесем в базу данных, вот это вот хороший вопрос. И вот, собственно, этим созданием этого каталога мы и будем заниматься. Это дело, которое вот сохранит культурное наследие, культурную память вообще на, ну, мы считаем, навечно, да. И описание будет с научной точки зрения. Там поля, как бы уже, есть такой формат, который называется «Урсмарк описания цифровых объектов». Вот, на основании этого все это будет, работа проводится. А сам реестр разработал Республиканский дом народного творчества. Они в прошлом году его презентовали. И вот на основании этого реестрера мы уже будем наполнять этот проект. Спасибо. Ну вот, вашу библиотеку за долгие годы работы, значит, библиотеки, будем говорить, посещали многие люди. И вот один из выдающихся ваших, наверное, читателей, это профессор Михаил Михайлович Федоров, который является основателем высшего юридического образования и юридической науки в нашей Республике. Мы очень горды тем, что про Михаила Михайловича Федорову вот вышла совершенно новая книга. И здесь собраны материалы, и в том числе круг его научных интересов, изысканий и так далее. Вот у нас ученик сидит, тоже читатель Пушкинки, Петр Петрович Батахов. Вот, Петр Петрович, пожалуйста, вспомните про профессора Федорова, про свои годы учебы, про посещение библиотеки, вообще, что это вам дало? Спасибо, Александр Николаевич. Добрый день, уважаемые телезрители. Михаил Михайлович для меня учитель учителей. Годы учебы он у нас преподавал, предмет такой был, истории Якутии. Почему я говорю «учитель учителей»? Такой вопрос. Мои преподаватели, первые ученики Михаила Михайловича до сих пор преподают. Поэтому я считаю, что я тоже являюсь учеником. Но мне повезло, на самом деле, что я являюсь учеником Михаила Михайловича Федорова. Вот ваши воспоминания о посещении национальной библиотеки, что это дало? Как раз мы говорим о роли национальной библиотеки и говорим о том, что за прошедшие 100 лет для республики и вклад национальной библиотеке в становление якутской интеллигенции, я думаю, вы, как сегодня старший научный сотрудник Института государства и права, тоже как предмет гордости для национальной библиотеки. Вот вспомните студенческие годы, посещение. Спасибо, очень хороший вопрос. На самом деле, для меня библиотека – храм Божий. И второй дом студенческие и аспирантские годы постоянно посещал в качестве читателя. У нас литература и нормативные правовые акты на третьем этаже. И с однокурсниками в городе Дикузьке неделю практически в три раза, в четыре раза ходили после учебы. А после завершения учебы в Москве по стопам Михаила Михайловича до сих пор посещаю библиотеки имени Ленина. Это мой трой дом, можно сказать. Библиотека имени Ленина находится от кормеля 300 метров. Поэтому библиотека имеет мне очень большую роль для становления как научного сотрудника. Спасибо. А круг ваших научных интересов в чем заключается? У меня по трем направлениям. Первое направление – это интеллектуальная собственность, четвертая часть Гражданского кодекса. Моя диссертационная работа кандидатская – служебный результат интеллектуальной деятельности. Сейчас продолжаю исследовать тема докторской диссертации «Право интеллектуальной собственности предпринимательской деятельности в России». А второе направление – это правовое регулирование арктической зоны Российской Федерации. И третье направление, тоже актуальное очень на сегодняшний день – социальное предпринимательство. В данное время у меня научных работ, ну всего можно сказать, более 90 научных работ. Имею три монографии. Ну и так далее. Ну конечно, вот вопросы интеллектуальной собственности и вот то, что вы сказали, вопрос социального предпринимательства, это действительно сейчас вот в тех условиях, в которых сложных мы живем, в том числе в условиях пандемии. Какие вот особенности имеют? Особенности имеют сейчас все-таки интеллектуальная собственность регулируется международными конвенциями. Но сейчас вот в связи с обстоятельствами мы должны прорабатывать по этой части и изменить именно в законодательстве. Это очень замечательно. Очень важно, да. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, потом продолжим нашу беседу. Спасибо. Ну вот затронули очень интересную тему социальное предпринимательство. Вот в двух словах, в чем сегодня актуальность? Социальное предпринимательство очень актуально на сегодняшний день. Есть у нас закон федеральный о развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации. В 19-м году были внесены изменения, понятия социального предпринимательства и что такое вообще социальное предприятие, понятие. И вот социальное предпринимательство, как я понимаю, государство вместе с юридическими лицами организует в тандеме государством социальное предприятие. И они решают две направления. Первое направление – это социальное, второе – предпринимательскую деятельность. Поэтому мы должны в регионе и республике внести тоже свои изменения. Ну, кратко так. Спасибо. Спасибо, Ильич. Давайте мы поговорим. Вот огромное участие, роль Национальной библиотеки в правовом просвещении граждан, в том, что конституционные знания распространяются. Особенно я хотел бы выделить роль Центра правовой информации. Вот на ваш взгляд, насколько сегодня реализуются основные конституционные положения, заложенные как Конституцией Российской Федерации, так и в нашем основном законе Конституции Республики Саха-Якутия? Ага. Так, ну, относительно библиотек. Ну, как библиотеки, как социальные учреждения, как культурные учреждения, вот помимо… содействует реализации этих прав. Тут, наверное, надо в первую очередь отметить моменты, которые касаются доступа информации свободному, да, бесплатному. Вот это вот основная деятельность всех библиотек. В этом заключается право на пользование родными языками, допустим, в национальных библиотеках субъектов Российской Федерации, которые национальные субъекты, если можно так сказать, наверное, есть часть фонда, которая особо охраняемая и ценная, так называемая кровеческая часть или литература на языках. Вот. С этого момента потом, если говорить про право на творчество, именно вот в национальной библиотеке есть электронная библиотека. Там есть сегмент, который называется электронное издательство. То есть любой гражданин, пройдя соответствующие пункты этого положения, может опубликовать свою работу в электронной библиотеке. Вот таким вот образом. Кстати, в месяц где-то 8 человек у нас стабильно за этим пользуются. Да, пользуются. Но когда мы создавали этот сервис, мы думали, что мы создадим что-то легкое, простое, быстрое, чтобы люди могли включить свое творчество в электронную библиотеку и вместе со всеми этим сервисом все это будет продвигаться. Ну, оказалось, что там тексты приходят такие, иногда особенные, да, поэтому... Не отредактированные, не отшлифованные. Да, и там не по содержанию может быть. И все равно мы вернулись к редакционной комиссии, и как бы то, что мы хотели победить, как бы мы сами в это и превратились. Так, потом, значит, право на пользование утверждениями культуры. Тут уже однозначно в библиотеке это утверждение культуры, если говорить про нашу отрасль. Вот, а право на образование тоже. У библиотеки есть функция, которая называется образовательная функция. Вот, достаточно успешно это реализуется. Но, конечно, тут образование такое, не хардкорное, не фундаментальное, да, дополнительное, скорее, образование. У многих библиотек на это мероприятие есть лицензия на проведение соответствующей этой. Сейчас, значит, национальная библиотека готовит заявку на федеральный конкурс Министерства культуры Российской Федерации на создание школ креативных индустрий. Ну, в основном, конечно, конкурс направлен на образовательные утверждения, но так как есть у нас образовательная лицензия, этот критерий мы проходим и попробуем, как они относятся к библиотекам. Там финансирование достаточно серьезное. Главная цель, чтобы дети приобщились к креативной индустрии. Аудио, видео, рисование, графика. Вот в таком вот ключе все должно быть. Потом, значит, проходит большое количество мастер-классов тоже вот в сторону, можно сказать. И вообще библиотека сама по себе, она очень способствует образованию порой из неожиданных, возможно, мест. Вот. Ну, есть такой каталог систематический называется. Карточный каталог, в котором книжки стоят по отраслям знания, по классификационным индексам. Вот история с этими индексами — это тоже такой большой философский вопрос, на самом деле, потому что эта система должна описать, охватить там все направления науки, технологии, человечества. И это очень сложный вопрос. Универсальная десятичная классификация называется, тема, которая применяется. И когда читатель подходит к этому каталогу, допустим, он интересуется нейронными сетями, но не знает об их существовании. Он там заходит раздел «Математика», и внутри деления математики он уже видит, на какие еще отрасли это делится. Десять делений, которые еще на десять делятся, еще на десять. Такое вот дерево гигантское получается. Таким образом, работать с этим каталогом, читатель тоже узнает много нового и такого достаточно неожиданного. Я знаю, что Республика Саха-Якутия — одна из немногих, наверное, субъектов Российской Федерации, где наличствует отдельный закон о библиотечном деле. И вообще, по законодательному, нормативно-правовому обеспечению, как вы думаете сегодня? — Да, это факт, который меня удивил на самом деле. Я всю эту историю узнал в аспирантуре в Москве, в Московском государственном университете культуры. Это академичное место, и там профессор Клюев читает лекцию про нормативно-правовый акт, про менеджмент библиотеки. И говорит, вот Республика Саха-Якутия, говорит, у нас отличилась первым в Российской Федерации, даже до самой России, у них был принят закон о библиотечном деле, говорит. А я говорю, ого. А потом еще, говорит, там была еще норма по поводу выплат. Там были выплаты за в услугу лет. Как бы все это туда включилось, опережая там всю Российскую Федерацию, включая Москву, да. Ну, я потом спрашиваю у коллег, как вот они кивают на Жукова Александра Николаевича. В то время он возглавлял комитет комитета образования культуры. Да, и такой вот момент в истории библиотечного дела Республики он был. Петр Петрович, ну, вы работаете в Институте государства и права Российской Академии Наук. Я знаю, что в 25-м году уже будет отмечаться столетие этого старейшего института. Если даже говорить про тот вклад, который он несен в науку, я думаю, что это и разработка всех проектов Конституции СССР, Конституции РСФСР. И если говорить о том, что мы сейчас стремимся к миру, то вот именно наказание преступников, нацистов, Нюрбенский процесс, это все руками, будем говорить, научной элиты, которая работала в Институте государства и права. Вы немного расскажите про ваш институт. И, пожалуйста, вот мы провели 12 апреля, в День космонавтики, совместное научное мероприятие между Институтом государства и права и Северо-Восточным федеральным университетом имени Максима Кировича Мусова. Спасибо. В 2020 году Институт государства и права Российской академии наук организовал Всероссийский форум для научных учреждений и образовательных организаций. Я как научный сотрудник Института государства и права, ну как старший научник, давайте, правильно будет, организовал встречу нашего директора Института государства и права, член-корреспондента Академии наук Савенкова Александра Николаевича и председателя Якутского регионального отделения Ассоциации юристов, доктора юридических наук Александра Николаевича Ким Кюмена. В сторону договорились о проведении круглого стола, круглый стол, роли республики Саха-Якутия в развитии Российской федеративной государственности. С того момента мы начали прорабатывать организационные моменты, организационные работы, можно сказать, как недавно, три дня назад, 12 апреля, Институт государства и права совместно с Северо-Восточным федеральным университетом имени Максима Кировича Амосова провели круглый стол, вот на наш круглый стол, еще раз роль республики Саха в развитии Российской федеративной государственности. Докладчиками выступали академики Российской академии наук, член-корреспонденты Российской академии наук, доктора наук и политические деятели республики Саха-Якутия, и, конечно же, аспиранты. На самом деле, провели очень на высоком уровне. Я благодарен, конечно, директору Института государства и права Александру Николаевичу Савенкову, и ректора Николая Ивана Анатолия Николаевича, декана юридического факультета Ушницкого Рума Румовича, и моих преподавателей, и, конечно же, нашего опытного профессора, доктора наук Ким Кюмена. Эта идея преобразовалась, когда, знаете, в 2020 году, эта идея Александра Николаевича Ким Кюмена. — Так, ну, вот, смотрите, на самом деле, в нашей республике есть о чём сказать, да? Вот за прошедшие сто лет мы вот из национальной такой окраины превратились в один из ведущих субъектов Российской Федерации. И в этом, конечно, большая заслуга сферы образования, в том числе сферы культуры. И мы говорили о том, что роль выдающихся сынов республики, и Максима Моцова, Платона Юнского, да, и Ситара Барахова, Сипана Ашакова, мы говорили о роли профессора Михаила Михайловича Фёдорова в становлении юридического образования и науки, который вот достаточно высоко оценили ведущие юристы, учёные-правоведы. Мы говорили о роли первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева в становлении второй республики. И это, конечно, значимо. И я хотел бы отметить, что в этом большая заслуга и членов оргкомитета, в том числе я хотел бы упомянуть Сергея Васильевича Местникова, который вот очень многое сделал для такого организационного порядка, да? Хотел бы поблагодарить даже национальную вещательную компанию САХА, которые сняли большой сюжет про это мероприятие. Ну и, Пётр Петрович, вас, потому что, как говорят, многое решается именно рабочими, нашатками, как говорится, людьми, которые непосредственно формулируют всю эту систему, в том числе вот зам декана юридического факультета по науке Зинаида Ивановна Корякина тоже. Я думаю, что это в целом результат работы группы людей. И в этом отношении у нас большая перспектива на сотрудничество, взаимное сотрудничество между университетом и институтом. Будет подписано соглашение. Это тоже большое начало для коллаборации, для совместных усилий. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, потом продолжим наш разговор. Пётр Петрович, как гость столицы, пожалуйста, вот, конечно же, красной нитью шло о том, что роль республики в развитии Российской Федеративной государства, она немалая, начиная с того, что депутаты Верховного Совета Республики 12-го созыва принимали декларацию о государственном суверенитете республики в поддержку декларации о государственном суверенитете России, принятой первым съездом народных депутатов. Потом Михаил Ефимович был инициатором заключения федеративного договора. В тот же день мы подписали соглашение по экономическим вопросам, потом в ноябре 92-го года соглашение по разгончению собственности. Но в целом, вот, исходя из того, какие осуждения были у ведущих учёных-правоведов в рамках круглого стола, на ваш взгляд? Спасибо, Александр Николаевич. Ну, основные направления, первое направление – российский федерализм. Российский федерализм. Многие выступали, например, как известный учёный. Без пяти минут доктор нельзя говорить, но он вот недавно у нас свою докторскую. Плигин Владимир Николаевич, сопредседатель Ассоциации юристов России. Он очень хороший, содержательный доклад сделал. Ещё могу отметить известного профессора, доктора юридической наук, заслуженного юридителя Российской Федерации Авакеана Сурена Адубиковича. Он очень хороший, содержательный доклад, тоже объёмный. И он дал понять, что он знает не только республики, а роль развития, можно сказать, нашей страны. Всё-таки законодатели же должны указать путь развития всего человечества. И ещё, кроме них, мы рассматривали не только Якутия заинтересована, у нас девять субъектов в арктической зоне. Мы являемся тоже субъектом арктической зоны, республика Саха-Якутия. И рассматривали правовое регулирование арктической зоны Российской Федерации. И обсуждали вот такие вопросы. Там арктические, например, социальное предпринимательство в арктической зоне и проблемные правовые вопросы. Нам надо объединиться всё-таки, если так посмотреть. Если посмотреть на карте России, Россия – арктическое государство. Правильно. Хотя притязаний имеют очень многие, причём далёкие от Арктики государства, поскольку там огромные ресурсы, арктический шельф и так далее. Поэтому формировать эту повестку, углубляться в неё, тем более президент Путин провёл специальное совещание по данному вопросу. Я думаю, что наше сотрудничество будет иметь хорошие результаты, перспективные. Спасибо, Борисович. Ну, давайте вот по государственной политике в отношении библиотек, ваша оценка, что нужно ещё дополнительно вообще первоосновой, что является и в каком направлении движемся. Так, ну, с 2019 года в Российской Федерации стартовал национальный проект «Культура». Там разделов несколько. Товческие люди, цифровая культура, культурная среда. Вот. И что касается проекта «Культурная среда», там есть мероприятие по модернизации библиотек. То есть финансируются библиотеки, чтобы стать модельными. Есть такое понятие «модельная библиотека». Это значит, что библиотека, которая полностью соответствует модельному стандарту, деятельность вообще доступна библиотеке. Есть такой документ. Он есть и на уровне Российской Федерации, и республиканский, в котором, собственно, описана модель, какой должна быть хорошая библиотека, какое там обеспечение должно быть. Чтобы достичь вот этого этапа, вот этого уровня, значит, Министерство культуры Российской Федерации проводит ежегодные конкурсы. И по результатам этих конкурсов уделяются иные межбюджетные трансферты, то есть финансирование из федерального бюджета. С 2019 года, значит, у нас 12 библиотек модернизированы из федерального бюджета, и 10 библиотек из бюджета Республики Саха-Якути. Вот. Таким вот образом это работает. Потом, значит, прошлого года государство начало выделять субсидии на комплектование библиотечных фондов по всей Российской Федерации. В прошлом году республика получила порядка 5 миллионов рублей из федерального бюджета, на которые были закуплены книги, вот, и распределены по фондам библиотек. Что касается дальнейшего, ну, на что, как бы, надо обратить внимание, но это фонды. Ядро любой библиотеки этого – это фонды. Нету фондов, нету библиотек. Как бы такой вариант. В то же время у нас, не вспомню, реквизиты закона, правоместное самоуправление, то есть полномочия по библиотечному делу с охранностью фондов на уровне муниципальных районов. Вот. И муниципальный район, собственно, из своих средств местного бюджета должен вот свои учреждения, как бы, поддерживать на таком достаточно высоком уровне. Вот. А национальная бюджета, она государственная, да, то есть еще и казенная, к тому же. То есть мы на полном обеспечении, скажем, государства, министерства культуры. Вот. Ну, тут ситуация такая. По республике она плавает. Где-то это дело хорошо, где-то это дело так, да. Там, ну, необходима разработка какой-то нормативной документации, нормативов, наверное, по этому делу, как и по библиотечной сети, так и по комплектованию и прочим таким моментам. Ну, вот мы очень серьезно взаимодействуем. Я имею в виду Национальную библиотеку и Якутское региональное отделение Ассоциаций юристов России. У нас много замечательных проектов, в том числе вот проект общественно-консультативный круглый стол кусток «Радуга», да, который мы реализуем уже начиная с 1996 года, более четверти века. И, конечно же, это очень важная работа. Вот буквально на следующей неделе, 21 апреля, мы проведем очередное заседание нашего круглого стола кусток на тему роль личности в развитии республики Саха и Якутия. Петр Петрович, я пользуюсь случаем вас тоже приглашаю. Потому что, да, мы можем говорить о тех людях, которые действительно внесли свой вклад. И здесь не обходится без роли Национальной библиотеки. Почему я так говорю? Потому что Национальная библиотека вообще, в целом, библиотечная сеть республики Саха и Якутия, это не только помещение, где находятся какие-то хорошие книги. Там есть организующее начало, правильно? Вот проводится очень много разных мероприятий, креативных мероприятий, в том числе направленных на студенчество. Мы еще реализуем проект «Студенческая дискуссионная площадка про лайф». И там самоуправляемая такая организация. Студенты сами подбирают, какие темы им необходимо обсуждать. И самое главное, все это происходит в стенах исторического зала, исторического здания Национальной библиотеки. Вот давайте более таким клепким вопросом перейдем. Вот вы не только руководитель Национальной библиотеки, но и читатель в том числе. Что вы читаете? Что бы вы, может быть, порекомендовали нашим читателям сегодня? Какая литература более актуальна? Ну, я так же думал, когда поступал в АГИКИ, в Артишкин институт, я люблю читать и пойду библиотечно. Казалось, это сложно, потому что у Национальной библиотеки есть особенность. В общем, это учреждение, которое никогда на месте не стоит. Там всегда какие-то новые вызовы. Хотя относительно библиотеки это может звучать немножко, наверное, так, да? Как приукрашательство какое-то. Но в отношении нашей библиотеки это не так. Сарглана Васильевна, наш директор, задача с каждым разом все обширнее и обширнее. Да, сроки реализации все как бы меньше и меньше. И постоянно в таком вот режиме, когда надо вперед-перед-перед. А по поводу того, что из книг, я не буду, наверное, говорить про новинки какие-то, да? Скажем, про Леонид Языфович. Наверное, мы все его знаем. Он приезжал к нам в прошлом году. И зимняя дорога его. Ну, как бы везде позиционируется, что книга такая на архивных документах, да, там прочие моменты. Но лично для меня, когда я ее прочитал, ну, отношение такое двоякое у меня было. Вот слишком там все-таки через призму самого автора пропущено, да. Там, как там описывается, генерал Пепеляя, Пебелый, ну, так. Но Языфович очень талантливый автор. Он пишет, вот как пишет. Поэтому, если такой вот автор пишет про Якутию и события, которые были, например, гражданской войны, если кто не прочитал, я думаю, как бы надо бы с этим ознакомиться. Потом, значит, хотел бы еще книгу «Затронуть силы искусства». Вот я сейчас ее читаю, пытаюсь читать по вечерам. Это Саймон Шама. Значит, там про классическую живопись. Причем написано очень хорошо, надо сказать. И до того места, до которого я дошел, сейчас можно, наверное, сделать вывод, что эти великие художники, которые оставляют свое наследие в веках, вне времени, да, ну, вне пространства, не скажешь, наверное, они были очень сложными людьми. И, возможно, вот это именно их состояние и заставляет их делать такие вот гениальные вещи, которые просто невероятны. Ну, Языфович ездил в Амгу. Впечатление хорошее, как он вот. Да, он ездил в Амгу. Потом, значит, вот нас не было там. Да, вот лично меня не было. Ездили наши девушки, пиар-команда национальной библиотеки. Лучшая среди библиотеки Российской Федерации, кстати, по итогам прошлое года. Вот, и потом он выиграл, по-моему, во второй раз эту премию «Большая книга» называется. И к этой премии прилагается денежная... Да. Да. И он сказал, что он поддержит Саул Сыгри из этих, из своего гоноража. А, здорово. Ну, Андрей Геласимов, доморощенный читатель нашей библиотеки, выпускник нашего университета. Сейчас он в тренде. Один из лучших российских писателей, наверное, которые за рубежом котируются. Ну, вообще, хотелось бы поблагодарить, конечно, Сарглана Васильевна Максимова, всю команду национальной библиотеки за ту прорывную работу, которую вы выполняете. Еще раз в заключение я хотел бы подчеркнуть, что роль национальной библиотеки в развитии государственности республики неимоверно высокая. Поэтому мы вас благодарим, желаем всяческих успехов. Ну, и всем телезрителям и радиослушателям обратимся. Читайте книги, обогащайте свои знания. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok